13 августа 2021 года с физкульт приветом со святой земли из Иерусалима Анна и Рафаил. Друзья, сегодняшний наш выпуск будет посвящен спорту Олимпиаде. Последним событием на Олимпиаде, победе Линой Ашрам и поражению Дины Авериной мы поговорим вообще о спортивном духе и о многих вещах с этим связанных. Не беспокойтесь, речь не будет идти только о политике, деньгах, коррупции, вреде большого спорта. Мы не будем говорить банальности. Вы уже знаете, что наш иерусалимский взгляд на вещи отличается от многих других взглядов. А главное, что есть еще вот некая тайная связь еще, потому что в 1988 году это был мой первый сознательный просмотр Олимпийских игр. А оказалось, что... А у тебя тоже? Ну, конечно. Мы сидели у телевизора по разные стороны железного занавеса в разных странах. Рафаил в Иерусалиме, а я в Москве. В СССР, да? Вот это интересно. Жалко, тогда не встретились. Были бы друзья. Ничего себе. Ну вот, а я каждый еще 4 года ждал посмотреть на эти игры, а потом почему-то как-то, ну, интерес какой-то пропал. И мы бы хотели тоже об этом говорить. Более того, я думаю, у тебя есть тоже своя точка зрения на спорте. Я же в прошлом профессиональный ребенок-музыкант, и, соответственно, я очень хорошо знаю, что такое спортивность, состязательность и цель достичь больших побед в искусстве, в музыке. И у меня тёша, тёша у меня царственная небесная фигуристка. Да, моя мама серьезно занималась фигурным катанием, была в сборной. Так что нам есть о чем рассказать. Ну что, в путь? Давай. Ну, давай начнем с Израиля. Вот за нашей спиной замечательный, совершенно спортивный молодой человек делает упражнения. Как у нас в Израиле относятся к спорту? Ну, конкретно место, где мы находимся, я иногда тоже здесь упражнения делаю, и мы сюда ходим иногда с нашими детьми. У нас такие площадки есть очень много. Это связано с тем, что здесь готовятся молодые ребята, которые хотят служить в израильской армии. То есть, они не готовятся именно быть спортсменами, но в определенных, как это сказать, отрядах, я не знаю, как бы в армии, необходимо сдавать экзамены. Нормы ГТО, короче говоря. Ну да. Кроме того, в Израиле вообще очень популярна йога. В Израиле обожают бегать. Ой, у меня сестра, кстати, она вообще инструктор по йоге, она прекрасна. Вообще в Израиле любят спорт, но не большой спорт с целью достичь все золотые медали в мире, а спорт для здоровья. Особенно у нас, конечно, любят всё, что с мячиком связано. Футбол, баскетбол, волейбол, нет, но больше всего всё-таки футбол. Ну, это болельщики в основном в этом плане, как бы вот у нас не очень так развит то, что я бы сказал, культ спорта, как, например, в США или в Китае или в странах, где СССР. И главная проблема, как говорят тренеры, в том, что израильские дети, я не говорю сейчас о детях русских репатриантов, я говорю о тех детях, которые израильтяне, выходцы из того же Йемена, Марокко, ну, любых других стран, кроме бывшего СССР, как правило, не умеют и не хотят работать. То есть они могут даже очень увлечённо и с охотой заниматься спортом, но у них есть какой-то всегда барьер, за который они не перейдут. Если я очень сильно устал, зачем мне упираться? Если мне немножко поднадоело, можно взять на полгодика перерыв. То есть они не умеют вот так упорно, настырно, отдавая всю свою душу и тело работе, вкалывать. Нет, есть, прости, Анна, но есть прекрасные люди из всех этих стран. Я думаю, что это не связано с тем, из какого страны они по происхождению. Это связано более с определённым духом, с подходом, с воспитанием в каком-то смысле. Бесспорно. Дело в том, что да, есть такой момент, что вот в такой серьёзный спорт нужен также дух аскетизма. Это означает, что ты не можешь так тусоваться с друзьями, как ты хочешь, а израильтяне, они очень большие такие тусовщики. Ты не можешь просто, если девушка как бы ходить там в барах, дискотеках и так далее с подружками или с парнями. Это невозможно. Ты не можешь есть всё, что ты хочешь. Ты не можешь распределять своё время так, как ты хочешь. Ну, что говорить? Все мы знаем, что такое серьёзное занятие спортом. Нет, чтобы выглядеть классно. Есть такой вот израильской молодёжи, не только. Много из них классно выглядит и умеет двигаться, танцевать. Но это именно то, что им нужно для определённых целей, чтобы почувствовать хорошо со своим телом. А чтобы добиться, чтобы, я не знаю, полёт в космосе или как бы делать какие-то супер-невероятные прыжки, это как бы вот не очень как-то свойственно, я думаю. Ты знаешь, вот я вспоминаю своё детство. Всё-таки моё детство прошло в СССР. Соответственно, в любой области, к которой бы ты ни притрагивался, на уровне школьного кружка или на уровне занятий, скажем так, уже в более серьёзных спортивных заведениях или любых других, обязательно нужно было добиваться максимального результата. Максимального для тебя, для твоих возможностей. А потом желательно, как в той песенке из известного кинофильма, преодолеть себя вчерашнюю, победить вчерашнюю себя. То есть нас воспитывали в любой области абсолютно перешагнуть через себя, через своё эго, через своё «не могу и не хочу» и добиваться. Моя мама и мой педагог, да и мой папа тоже в какой-то степени, хотя он был человек более всё-таки мудрый, когда-то мне говорили, нету слова «не хочу» и «не могу». Есть слово «надо» и есть усилия, желания, труд, которые могут победить абсолютно всё и помочь тебе добиться совершенно любых результатов. Я впервые столкнулась с большим спортом, когда мне было 4 года. Дело в том, что моя мама, начиная с раннего детства до 18 лет, то есть до поступления в Московский государственный университет, серьёзно занималась фигурным катанием. Она жила в городе Коломни, Подмосковье, входила в сборную своего города. Они ездили на соревнования и в Москву, и в разные другие места. Она занималась одиночным фигурным катанием и, в принципе, её прочили в сборную СССР. И когда мама поступила в университет, она вдруг поняла, что есть вещи гораздо более интересные, ей хотелось заниматься филологией, журналистикой. Она ушла из большого спорта и каталась для себя. Но когда родилась я, естественно, меня отвели не просто на каток, сперва на каток, а потом в школу Олимпийского резерва фигурного катания у нас в парке «Сокольники». Та самая школа, где училась знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая, которая тоже из «Сокольников», тоже из Москвы. Не буду сочинять, но очень может быть, поскольку мы с ней практически ровесницы, что мы даже пересекались где-то на занятиях, вот тот первый год, когда я занималась. Но тренера звали Жанна Громова. Это я знаю точно, потому что я просто её помню. И вот, соответственно, она сказала, да, девочка способная, прыгучая, музыкальная, ритмичная, берём. И тут начался ад. Я-то думала, будут лёд, коньки, платьица, ну, хотя бы коньки и лёд. А это было ОФП. Притом такое, что кишки наружу лезли. Вот представьте себе, да, Рафаэл, представь себе стадион, по которому гуськом вот так вот на согнутых ногах, на корточках нужно идти. Тебя уже мутит, у тебя стучит сердце, тебе плохо, тебе противно. Ты падаешь, тебя очень грубо подгоняют, и тренер разговаривает очень жёстко. Ну, как в армии, давай вставай, что как корова разлеглась, там ещё и по попе могут хлопануть. И вот я, я, собственно говоря, а это зачем? А зачем? Потом я увидела камушки. Это всё с пересказа моей мамы, это то, что ей тренер обо мне рассказывала. Увидела камушки на дороге. Я остановилась посредине какого-то соревнования, где нужно было, кто из детей первыми доберётся, там, я уж не помню, ползком или бегом. И я стала собирать камушки. Короче, через год этих мучений, да, хореографию я любила. Вот по хореографии я, да, замечаю. А вот это вот, и тренер сказал моей маме, вы знаете, девочка очень хорошая, я её жду через год. Пусть она подрастёт, она немножко поймёт, зачем это надо. Но тут в мою жизнь вошла скрипка. И это ещё хуже. И я поняла, зачем это надо, но уже в музыке. Потому что, дорогие мои, в профессиональных занятиях музыкой это то же самое. Через «не могу» и «не хочу», через «боль». Ну, а уж боли хватает, поверьте мне. Вот даже эта неестественная вывернутая поза, в которой юный скрипач проводит много часов в день, крайне неполезна для организма. Часто бывают сколиозы, часто потом возникают проблемы с шеей, с позвоночником. Ну, я уж не говорю о постоянных воспалениях мышц, связок, о проблемах с суставами и так далее. И в гимнастике, и в балете крайне важна растяжка. И здесь ни при чём природная гибкость или пластичность. Эта растяжка, она уже противоестественная, да. То есть не данная богом гибкость тела, а искусственно растянутые мышцы. Так вот, растягивают детей совершенно жуткими способами. И всегда это очень много слёз и очень много боли. Кроме того, тренеры частенько бьют детей на занятиях для того, чтобы добиваться результата. Для поддержания нужного веса сажают на очень страшные диеты, которые часто просто организм не выносит. И у юных гимнасток бывают голодные обмороки. Ну и так далее, и так далее. Но никто тебя не заставил играть на скрипте. Ты сама хотела. Но есть какая-то система, которая заставляет каких-то добивать определённых результатов. Ты знаешь, здесь складывается очень много всего вместе. С одной стороны, да, я очень, конечно, фанатично любила музыку. И сам процесс занятий, получение результата. Особенно я работала просто сутками над звуком. Тут уже начинает работать тщеславие. Потому что ни одно профессиональное занятие музыкой или балетом, или спортом, не обходится без кого? Без педагогов и тренеров. То есть без большого коллектива взрослых людей, которые лепят из тебя, строят из тебя, хвалят тебя, ругают тебя, обещают тебе посулы всякие, да, звёздные и так далее. Ну, чтобы заставить ребёнка работать. И вот это давление, этот прессинг, это определённая, скажем так, среда, вот эта вот гидропоника, на которой ты растёшь, это половина дела. И в Советском Союзе она была однозначно такая, достичь всех медалей, выиграть все конкурсы, ну, в нашем случае, да, стать солистом. Каждый должен мечтать просто стать солистом. Нет, ну, правда, сразу отбирали материал. Те, кто не способны, не способны, но те, кто способны, выжимали всё, да. И тебе даже это нравится. Это же очень приятно, когда в тебя так много вкладывают. Я пытаюсь думать, то есть, например, твоя мама, как бы, она действительно ходила на эти занятия фигурного катания, достигла кое-какие успехи и так далее. Но из общения, как бы, моё общение с ней, я вижу, что у твоей мамы были разные какие-то измерения, которые, вот если бы она продолжала столько фигурного катания, например, она бы не могла это развивать. Абсолютно. Я это вижу, например, и не только в спорте, например, даже в академических делах. Человек становится, например, я не знаю, чемпионат математика или чемпионат древнегреческого. Тоже у него развивается очень такой узкий круг, и он становится специалистом, вот поэтому, как бы, даже чемпионом. А вот в других местах он инфантильный, как бы, абсолютно, как бы, совсем, как бы, вот. Это тоже такой момент. Моя мама говорила мне, что, в принципе, почему она ушла и не пошла дальше в большой спорт, она говорит, понимаешь, говорит, там нет времени читать книги, там нет времени развивать свои духовные качества. Спортсмены, говорит, люди, в принципе, во многом очень ограниченные за счёт развития серьёзно своего тела и вот этого контроля над телом и всего, это же колоссальный труд, закрывается время и способности притупляются ко многим другим вещам. А у неё как раз тогда открывался очень активно духовный мир, и она хотела именно этому дать, отдать свою жизнь. Когда человек ограничивает себя только вот одним, у него потом какой-то зажат, какая-то зажата, зажим такой, как бы, вот. Абсолютно могу то же самое сказать и про себя, что я очень многих книг не прочитала в своё время, очень многих вещей не попробовала и не поделала, которые были бы нужны, хороши и полезны. Именно из-за того, что вся моя жизнь была расписана по минутам и посвящена профессиональным занятиям музыки. Но даже в школу, по-моему, в школу даже не ходила, какие-то уроки у тебя не были. С шестого класса я училась уже экстерном в своей английской спецшколе. Единственное, чем я занималась очень серьёзно, это английский языком, потому что к шестому классу я уже хорошо его знала, и мама просто попросила учительницу из школы заниматься со мной за деньги частно. Когда это было так полувозможно, конец 80-х, но она согласилась, и вот благодаря этому. А уже химия, физика, биология, мягко говоря, прошла мимо меня, потому что у меня были концерты, конкурсы, небольшие даже гастроли, ну, внутри России, разумеется. Я очень много работала, по 6-8 часов в день я занималась на скрипке, плюс предметы музыкальной школы, муз. литература, сольфеджио, там прочее. И у меня было специальное разрешение от директора школы, было письмо музыкальное к директору школы нашей, и мне разрешили заниматься экстерном. Я ходила в школу 2 раза в неделю, остальное время я занималась. Ну, а если человек, я не знаю, отдал 10-15-5 лет, именно интенсивного развития одного область или качества, которое у него есть в душе. И все говорят, ты чемпион, ты как бы солист, ты гений, и вот, и все верно, никто его не обманывает. Но вдруг, ну, что-то такое случилось, не знаю, не повезло, или как, а что, есть какие-то, что с таким человеком происходит? Я думаю, что происходит очень сильная потеря себя, то, что мы и видим. Но особенно это что-то может быть травмой. А большой спорт, как и, кстати, большая музыка, тоже связана с рядом физических травм, проблем, проблем с суставами. У музыкантов это проблемы со связками, мышцами, суставами. У меня у самой были серьезные, очень серьезные проблемы с правой рукой. У теннисистов такие, кстати, тоже это с кистью связано, с суставами здесь, от перенагрузок детских. Потеря себя, но есть сильные личности, которые умеют перешагнуть через это эго и тщеславие, грубо говоря, назовем своими именами. И не пытаются пойти учиться в университет или на телевидение, не пытаются найти новую жизнь. Есть, есть такие случаи. А есть, кто пить начинает или наркотики брать. Нет, я думаю, что лекарства берут фактически все, как бы все. Я знаю, что люди иногда, чтобы писать докторат, они могут брать, как бы, любые, как бы, наркотики для того, чтобы не спать. Или, как бы, и то же самое с спортсменами. То есть, стали сейчас об этом говорить, или даже кто-то это осуждает, но люди не понимают, что человек это очень-очень хрупкое существо. И часто, особенно, если это существо, еще это подросток, который еще не совсем совершенная личность. Я сейчас это наблюдаю, потому что я отец и, как бы, бывший подросток тоже. Не всегда бывший. Вот. И что если... То есть, короче, сажают этих ребят, как бы, вот это могут быть чемпионы по что угодно. Конечно. На каких-то успокоительный или наоборот. Вот человеку нам неохота, как бы, встать и начать, как бы, делать, как бы, качаться и все. И вот он принимает лекарства. Ну, конечно. Может уже все делать, и он чувствует, как будто он в кайфе. А на самом деле этот кайф, ну, не всегда есть этот спортивный кайф. Ну, во-первых, как может быть по-другому, если человек должен работать в большом спорте на пределе возможности своего организма? А зачем? Это даже за пределом. Зачем? Вот хороший вопрос. Это то, что я не понимаю, как восточный человек, как бы. Передем к этому. Почему в Индии нету таких великих чемпионов? Хоть они умеют, они йоги, они индусы, они много всего, они гибкие, у них есть просто совершенное владение телом. Некоторые даже умеют летать. Ну, почему они тогда не используют... В олимпиадах-то что-то нет команд без Индии. Почему так? Они бы по художественной гимнастике бы всех за пояс заткнули, потому что они умеют делать такие вещи, такая гибкость и владение телом, которых у наших европейцев просто нет. И не только у европейцев. Китайцев тоже как бы. Почему? Потому что есть определенные духовные традиции в Индии, определенные религиозные отношения, скажем так, и к своему телу в том числе. И если развивают они тело, то это часть их духовного развития, и это не для выставки, не для показа. Это часть целого. Или вот китайские единоборства всякие, тоже связанные с мыслительным процессом, с энергиями, с обменом энергиями, тоже не особо они это все демонстрируют на Олимпиадах. Ну, скажем прямо. Есть определенные культуры, в которых это не принято, в которых нет культа вот этой вот массовой победы. Но если мы посмотрим на... Это потому что они примитивные, это потому что они ленивые. Нет, а вот давай посмотрим на начало. Древняя Греция, когда Олимпиада возникла, что это вообще в принципе было изначально? Ну, там это, конечно, имело в основном эстетическое значение. Конечно, соревнования были, и, конечно, человек должен был побеждать. Но я думаю, что, во-первых, если бы мы могли по машине времени оказаться в Греции, все бы получили самые низкие судьбы, дали им, я думаю, ноль баллов как бы. Почему? Нам кажется, что они... Потому что то, что сейчас делают в современном спорте, это абсолютно сверхъестественно. Я думаю, что если бы Пиндар, Пиндар это поэт, который именно писал замечательные стихи, каждый раз посвящены победителям в дискуссии или для тех, которые сделали какие-то великие прыжки и всегда там мифологии, он бы просто подумал, что он видит боги реальные. То есть, как бы вот, я имею в виду с технической точки зрения, но с эстетической точки зрения очень может быть, чтобы они бы не одобрили, как бы, потому что... Ну да, вид у наших спортсменок, если честно, вы не обратили внимания? И спортсменов. Вот посмотреть, и спортсменов, но вот даже если говорить про нас, про наш любимый женский вид спорта, да, художественную спортивную гимнастику. Но вспомните даже Ольгу Корбут, как она выглядела, когда все-таки не требовалось в спортивной гимнастике достигать уже аномальных совершенно результатов, да. Если мы вспомним гимнасток еще более старшего поколения, там, 50-х, 60-х годов, вполне такие здоровые, крепкие, изящные, ну, или атлетические, ну, такие женщины, да. То, что сейчас и худоба, и круги под глазами, и нездоровый вид спортсменов, спортсменок, честно говоря, удручает. Вот, если честно, у меня было ощущение, мы немножко смотрели эту Олимпиаду, потому что детям очень хотелось... И Байлс тоже выглядит очень плохо, как бы, на мой взгляд. Ощущение, вот дети, конечно, с восторгом смотрели, понятно, у меня было ощущение жалости. Жалости и сострадания к тому, что я смотрю на мучения других людей. Совершенно верно. Мы иногда говорим, какие жестокие были, например, римляны. Да, вот тут надо понять, что наш спорт более похож, в принципе, на римское развлечение, чем на древний греческий спорт. Древний греческий спорт, конечно, главное там было побеждать и так далее, но это был религиозный ритуал. Интересно, что Костис Паламас, тот поэт, который писал гимн Олимпиада для Первой Олимпиады, который был, когда возродили Олимпиаду в наши дни уже, это видно, что подход совсем другой. Это такой подход мифологический, эстетический. Олимпийские игры были возрождены в 1896 году, и те первые игры очень сильно отличались от нынешних. Во-первых, все соревнования проводились на открытом воздухе. Никаких плавательных бассейнов олимпийского типа тогда не существовало, поэтому все соревнования в плавании проводились, собственно говоря, прямо в море. В Олимпиаде участвовали все, кто хотел, а организаторы совершенно не интересовались тем, какой национальности спортсмен или какую страну он представляет. Кстати, многие попали тогда на Олимпиаду просто потому, что случайно оказались в Афинах в эти дни. Не было ни олимпийской деревни, ни международного судейства, все было гораздо проще. И цель была возродить тот древний греческий олимпийский дух. Вот об этом и говорится в Олимпийском гимне, написанном Костисом Паламасом. Античности бессмертный дух твои просят дети, Поскорей настань, в небесах сверкни, сердца нам озари. Античности прекрасный дух, ты явись в вечной планете, Во славу и во имя всей-всей доброй земли. Нынешний же олимпийский дух трудно назвать античным. Главная цель каждого спортсмена – это победить ради престижа своей страны, Ради большого денежного приза, который он получит, Ради успешного продолжения дальнейшей своей карьеры, ну и так далее. И немалая доля успеха в победе сегодня принадлежит медицине. Обратите внимание, кого благодарят спортсменки или спортсмены после завершения игр. Я очень благодарен или благодарна своему тренеру, хореографу, там, я не знаю что, врачам нашей сборной. Психологам. Обязательно. Потому что без врачей и психологов на таком уровне это уже не работает. Соответственно, это не совсем достижение тела, данного богом. Это достижение тела, данного богом, плюс технологии, медицинские манипуляции этим всем уже современного нашего мира. Ну и вот действительно римские игры отличались очень большой жестокостью. Вот, мы об этом и говорили. То есть человек смотрит, как человек может смотреть, как другие люди умирают. Как там, я не знаю, как один воин убивает другого. Или как один человек, может ли он бежать от медведя или нет. Как бы мы не такие, а на самом деле мы такие же. Мы смотрим, если мы смотрим на ребенка, и это ребенок, в принципе. Потому что обычно эти спортсмены, они даже больше дети, чем их ровесники. Потому что у них не развиты какие-то вещи душевные. И они тратили последние свои, например, 6 лет именно за это. Они не ходили с друзьями, они не ходили как бы с родителями. Они не общались с своими ровесниками. Они много всего не делали ради этого. Ради этого. И всем говорили, вы получите, вы получите. Не подводите страну, не подводите родину. И вот вдруг они вот все подвели. И они думают, блин, как бы я просто свою жизнь, просто я неудачник. И даже второе место в Олимпиаде, серебряная медаль. По нашим с вами понятиям, ну чего человек так расстраивается? Второе или даже третье место. Но если человек с 7 лет мечтал о золоте, о первом месте, я просто по себе знаю вот это вот стремление достичь. Но у нас в музыке свои там есть цели, да, к которым мы стремимся. Выиграть международный конкурс или сыграть там с оркестром концерт Брамса или концерт Паганини, который я никогда не играла с оркестром и до сих пор чувствую себя неудачницей. Это действительно так. Понимаете, это комплекс, который вот сидит, и я вот его истребляю уже много-много лет. А он там сидит, как змея у сердца клубком свернулся. Ты не сделала. Тебе говорил педагог, девочка моя, ты будешь музыкантом, настоящим музыкантом. Ты не стала. Бабушка с мамой вкладывали в тебя, папа говорил, если ты конкурс не выиграешь международный, я с тобой разговаривать не буду. И я не сделала, я всех подвела, и семью, и педагога. Это я уже взрослая тетка, блин, у меня четверо детей, я прекрасно понимаю, что это все глупости. Но где-то глубоко в снах, в подсознании это сидит. А представьте себе 16-летнюю, да даже 22-летнюю девчонку, которая стоит и рыдает за этой серебряной или бронзовой медали. И люди смотрят на это. Это вы не представляете себе? Человек умирает перед камерой, и вы смотрите, как человек умирает перед камерой. И вы не представляете себе, какая это трагедия, боль и смерть. Потому что будет ли еще 4 года, даст ли ей организм возможности подготовиться к следующей Олимпиаде, и выиграет ли она ее? Она ее не знает. Это страшная боль, разрушение, ощущение утерянного шанса. Это очень страшно. А даже если человек сделает вот этот шаг, и вот пожертвует свои еще 4 года и 5 лет, и получит потом эту медаль. Все равно у человека может быть срыв, депрессия, потому что опять как бы... А что дальше? А что, все, жизнь закончилась как бы. Особенно, что и в музыке можно заниматься, играть на сцене, если человек-музыкант, вот Анна София Мутер, да, можно играть хоть до 60 лет, да, уже не играть технически сложные произведения, но играть что-то... А в этих видах спорта в какой-то момент все, тебе нужно в очень раннем возрасте уйти и стать просто тренером, что, ну, весьма, прямо скажем, скучно, да, уже не выступать и все. Это как кастрация на самом деле, потому что это, в принципе, выбор, который еще, например, в балет, как бы, да. Я не говорю, что нету балерин, которые имеют, например, муж или дети, но такое может быть, как бы, да, вот одному ребенку иметь, это допустимо для балерины, но, в принципе, это тоже потери, это тоже какие-то там... Отказ. Это смерть, отказ от материнства. Вы когда-нибудь видели себе многодетную балерину, которая выступает на сцене Большого театра? Да такого нет. Конечно. И вы знаете, вот мне это все напоминает, вот мы с Рафаэлом, когда готовились к этой передаче, у меня просто вырвалось жертвоприношение. Вот как в древности люди ходили смотреть на жертвоприношение, совершать жертвоприношение. Своих детей приносили. Потому что Римский Колизей, это ведь то же самое, это тоже вот эти игры, это тоже жертвоприношение, только другого рода. Более популярный такой вид для массы. Да, в глубокой древности жертвоприношение бросается жребий, кто-то становится жертвой, а кто-то жертвой не становится. Никогда не задумывались, что ведь интрига еще в том, кто не станет жертвой, кто останется в живых. Победа, она ведь всегда за счет поражения другого. Если нет смерти и поражения, нет победы. Если нет жертвоприношения, нету тех, кто остался в живых, и кому за это боги дали милость, дождь, урожай и прочее. Если нету смерти других спортсменов и спортсменок, нету победы тех, которые выиграли золотую медаль. То есть, соответственно, это жертвоприношение, олимпиады современные. Кстати, Алину Ашрам. А давай немножко рассказываем Алину Ашрам, ведь людям интересно, что за такая израильтянка выиграла золотую медаль. Она из йеменской семьи. По-моему, смешанная, я не понимаю. А, мама у нее гречанка, а папа из Йемена. Ну, евреи, разумеется, естественно. Да, дело в том, что тут не столько важно происхождение, а столько важно, вот какая школа как бы спортивная. У нас вот в этой области все наши тренеры и вся наша школа, это, в принципе, та же самая советская школа, я бы сказал. Вот, так что, в принципе, Алиной Ашрам – это такой же советский спортсмен, как и все. Вы знаете, что Алиной Ашрам говорит по-русски? Да, я это очень уважаю. Я тоже это не знал, но оказывается, что когда ее родители отправили на занятия, там все тренеры и тренерщи и все, как бы, другие девушки, они все были русскоязычные. Она чувствовала себя как аутсайдер, и ради них, как бы, она даже выучила язык. И для меня это, как бы, уже знак, что человек, конечно, особо, как бы, вот, старался осваивать не только, как бы, эту технику, но и целый, как бы, вот этот мир. Алиной Ашрам, она тоже, в принципе, продукт вот такого нашего уже советского Израиля, в смысле Израиля, созданного нашими русскими репатриантами. То есть, еще раз, в принципе, это, опять же, победа даже не российского, а советского спорта, потому что ее тренер выходцы из бывшего СССР. Нет, у нее есть тренер, которая израильтянка, но вторая ее тренер русская, и предыдущие тренеры тоже были из СССР. То есть, короче говоря, она наша. Что еще интересно, в принципе, в Израиле подход именно такой, ну, выиграла золотую медаль, вот, у нас не шумят на эту тему, радуются, нет, радуются, поздравляют, но это, как бы, такой вот подарок, который свалился, и это не вопрос жизни и смерти, вот, ну, никаким, абсолютно никаким образом. Да, я думаю, все уже об этом забыли еще. Мы смотрели, естественно, соревнования по художественной гимнастике с нашими детьми, смотрели выступления Идины Аверины, Ильиной Ашрам, и можем сказать, что это настолько субъективный вид спорта, что вот как простые зрители, не профессионалы, не специалисты, мы можем сказать, что да, обе гимнастки великолепные, талантливые, очень достойные. Но я, поскольку профессиональный музыкант в прошлом, я прекрасно понимаю, что в художественной гимнастике существует масса тонкостей, которые не видны обычному зрителю, но понятны специалисту. Положение локтей, там, я не знаю, стоп, коленок, там, сложность программы, у них есть, понимаете, трудность тела, трудность работы там с предметом, есть масса показателей. И здесь уже включается в дело система математическая, вот эта система спорта, которая, по сути дела, для зрителя, она вообще не важна. Это кухня внутренняя между тренером, спортсменом и судейской коллегией. Но, по сути дела, нам это все не видно, мы не настолько разбираемся. Нет, ну, что спортсменка упала или уронила там предмет какой-то, это мы видим, а почему-то вдруг она получает первое место. Оказывается, у нее трудность программы была, там, на столько-то баллов, там, на 1,3, кажется, у Леной Ашрам, трудность программы была выше, поскольку остальные элементы она все выполнила, с потерями весьма маленькими, она победила. А наша Дина, русская, отработала идеально, и она не победила. То есть, в принципе, тут уже мы, как зрители, вообще в это дело не вовлечены. Мы не можем даже оценить и судить. Это именно уже какая-то своя внутренняя, вот именно дигитальная система спорта. Это в моих глазах, честно, еще принижает большой спорт. И к этому еще и добавим условия, которые как раз были в этом году, что это просто был, вот, трибуны были просто пустые. То есть, это еще и ковид, и я уверен, что у спортсменов тоже были, то есть, их аскетизм и одиночество, которое и так у них есть, как бы еще... Усвобилось. Да, еще без нормальных аплодисментов, там, сидели просто только свои, как бы, или какие-то приглашенные. А это тоже немножко жутковато, я бы сказал. Это превращается, да. Более того, что это еще и в Японии, в которой вот японцев есть тоже свои особенности характера, которые, с одной стороны, положительные, с другой стороны, могут быть отрицательны, пугающие для европейских людей, например. То есть, это давно превратилось в борьбу между странами, борьбу между политиками, культурами, цивилизациями. И не в красивый вид, скажем так, человеческой деятельности, где люди показывают красоту тела, созданного Богом, возможности, которые Бог этому телу дал. Дружба народов. Свою готовность защитить страну от врагов, кстати, тоже, потому что вообще я удивилась, что вот эти мысли о войне проскакивали даже в интервью, вот, например, тренеров, которые говорили, мои там девочки или мои там ребята готовы к войне. То есть, олимпиада – это война. Об этом откровенно говоря, что это как на войне. Человек должен максимум своих физических сил показать и приложить, чтобы прозвучал гимн. Ну, да, нет, это важно, я понимаю, но... Хорошо, но можно считать, что таким образом человек будет готов к армии. Представим себе, что каждая страна в виде олимпийских чемпионов хочет видеть будущих... Для военной техники сейчас не нужны ни спортсмены, никого. Ну, это первое. Сейчас война ведется другим видом оружия, а потом посмотрите на спортсменов. Они же все больные люди. Вы видели эти перебинтованные коленки, разбитые руки, ноги? Они все с травмами. Да какая война? Они могут выложиться при помощи врачей и собственных сил и таланта вот в эти полторы минуты упражнений, но они не могут воевать на войне. Они люди нездоровые, бедные, несчастные эти люди. Если говорить про балет, как выглядят пятки этих прекрасных балерин? Или большие пальцы ног, да. Я занималась профессиональной балериной, когда еще готовилась к своей работе. Сценической, театральной, около трех лет. Очень хорошая подруга моя, талантливейшая танцовщица, но она мне всегда говорила, наши ноги, это как бы не для слабонервных. Это вообще, когда человек чем-то занимается одним, очень усиленно, это нездорово. А может быть именно поэтому у индусов, у которых как бы так важно как раз вот это гармоничное тело, поэтому они безразличны вообще к этим видам спорта? Ну конечно, потому что какие страны больше всего борются за абсолютную, абсолютную победу в спорте и, скажем так, спортивную гегемонию в мире? Ну страны, где главный принцип это материализм. То есть тут не надо обижаться, но США, не важно, что это считается демократическая, не тоталитарная страна, но главный принцип там это прагматизм и материализм. Советский Союз, Китай и как бы в каком-то смысле РФ это наследник вот этих мировоззрений, это мировоззрение материализма. То есть для Бога там места вообще нет. То есть это все человеческое как бы достижение, наука, прогресс, опять вера в прогресс. Индусы, они не верят в прогресс в принципе, любые нормальные как бы традиционные общества, они не верят в прогресс, они верят в дегрегацию, не в прогресс. А вот это вот, что человек сам, он может сам себе совершенствовать, совершенствовать, добираться и вот, вот лететь в космосе, это как раз свойственно, ну не обижайтесь, но это в смысле, что без Бога, значит это безбожное как бы. То есть это только гуманистическое, это только человек сам все решает, вот на Бог, надейся сам как. Не плашай. Вот, это вот в принципе безбожное как бы изречение, тут нету у православия есть понятие синергия, что и человек стремится, но также он получает помощь от Бога, который его берет и ведет. Вот, соединение воли Божьей и воли человеческой, да, его стремление к Богу. А тут только человек, только я, а если не получается, я возьму лекарства, а если это лекарство не помогает, я еще какие-то манипуляции своим телом сделаю и смогу вот лететь, то есть я думаю, что это так. Но, кстати, у спортсменов есть определенные суеверия, сейчас, по-моему, даже приняты молебны за олимпийскую сборную, у спортсменов есть определенные суеверия, для того, чтобы победить, нужно обращаться и к высшим силам тоже. После тренера, врачей, психологов есть еще что-то, чему нужно перекреститься перед выходом, поцеловать там медальончик с Мадонной перед выходом, что угодно, но мы сейчас ведь этого не имеем в виду. Но это дополнительная энергия, чтобы вот эти вот, вот если я верю, что есть какие-то существа, которые мне помогут, но я буду это делать, и я буду у них это требовать, опять, это человек полагается тогда на силу, которую он получает от этих объектов, это, на мой взгляд, далеко от понятия веры. Ну вот, вот такой наш иерусалимский взгляд. Надеюсь, что осталось еще много чего недосказанного, что вы можете додумать уже сами, проанализировать. Ну а мы прощаемся с вами, чтобы не засидеться у вас слишком в гостях, обещаем выходить в эфир как можно чаще и не забывать показывать вам Иерусалим. Всего хорошего. До свидания.